Здравствуйте, друзья! Забавный симбиоз произошел. У меня, как вы видите, Sound Blaster X5 Pro. Вот такая вот звуковая карта от Creative. Значит, в чем особенность? В том, что у нее есть два выхода. Вот один для наушников. Почему-то сгорело одно ухо именно в этих наушниках. То есть, если я подсоединяю наушники, правое ухо не слышит через это. Также есть здесь выход двойной, вот такой вот, на left и right. И вот эти выходы уже работают. То есть, к ним я уже подсоединяю наушники, и саму звуковую систему, она замечательно работает. Недавно вот купил меди-клавиатуру от Behringer 2MH490. Вот, кстати, она. И самая особенность в том, что к ней шла вот такая звуковая карта. Так вот, я хотел сегодня рассказать о небольшом симбиозе. Я подсоединил ее и решил посмотреть, будут ли работать наушники вот здесь подсоединены, и звук отсюда. Нет. К сожалению, вся звуковая карта теперь работает здесь, после того, как подсоединил ее. И надо, естественно, в настройках отключать теперь эту или ту. Но, интересный симбиоз. Во-первых, в этой звуковой карте у меня не работали одновременно и колонки, да, подсоединенные через вот этот выход и наушники. Тогда, как здесь, вот, как видите, подсоединены наушники у меня и колонки. И теперь, и они играют одновременно. И сейчас я расскажу, вот, как видите, звук в колонках. И, может, вам не слышно звук в наушниках, но он тоже есть. Да, он тоже есть. Я думаю, что вам слышно. Но особенность не в этом, а в том, что я могу регулировать звук с помощью другой звуковой карты. Вот этой вот USB-звуковой карты. Вот это ее приложение. Как видите, звук громкости. И она замечательно, значит, показывает действительно звук громче, тише. То есть управляет, по сути, вот этим. Вот этой звуковой картой. Причем, как видите, здесь тоже есть громкость. И вот эта громкость уже не влияет, как видите, на колонки. Тогда как эта громкость влияет на наушники. Вот такая вот. Вот в наушниках вся громкость регулируется с помощью этого колесика. Вот такая вот забавная особенность данной звуковой карты. И что я хотел бы сказать, что звук все же отличается, ну, значительно отличается вот данный, да, от креатива. Я бы сказал, звук более нацелен на высокие частоты. Причем высокие частоты достаточно, как бы, яркие, такие чистые. Действительно хороший звук. Хотя она, видите, вот такая по сравнению, в размерах она значительно меньше. Вот, так что, вот такой вот забавный момент. Звуковая карта, которая даже имеет название UCA-200, UCA-222 от Behringer. Может, она еще где-то отдельно продается, не знаю. Друзья, только завершил снимать, сразу же зашел в Яндекс.Маркет и узнал, что это действительно звуковая карта. Действительно, у ней цены. Сейчас, вот, посмотрим характеристики. 16 бит, USB. Так, ну ладно, я особо не понимаю в настройках звуковых карт. 48 кГц, ЦАП-стерео. Так, зато посмотрим цены. Цены. Так, ну, сейчас давайте действительно самые дешевые посмотрим. И за 2000 в Москве. Ну, до Москвы нам далеко ехать. Но в Санкт-Петербурге где-то от 3000 примерно. То есть целых 3000 стоит вот такая звуковая карточка. Продолжение следует.